Добрый вечер дорогие телезрители! Четверг 18.15 в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Открой небольшой секрет. Я сейчас веду такой проект онлайн-ремонта, то есть своими руками с помощью привлеченных каких-то мастеров, делаю какие-то вещи. И есть у меня коллега замечательная, правда, женского пола. Зовут ее Олеся Войтович, и у ней тоже есть проект онлайн некого производства, сельскохозяйственного производства, да, получается. Руководитель мини-фермы. Терем многодетная мать. Сколько у тебя детей? Четверо детей? Четверо. Да, Олеся Войтович. Прошу любить и жаловать. И две светлые очень головы, опять же, женского пола. Я очень люблю девочек-дизайнеров. Это оговорка такая, да. Но я люблю, на самом деле, искренне от души вот этих вот двоих девушек. Доктор экономических наук, Туяра Говорильева, и кандидат экономических наук, Варвара Байшева. И мы сегодня попробуем поговорить о так называемой бедности. Недавно Туяра Николаевна делала выступление в Вильтумене, аж, да, по аспектам бедности. Но не будем вдаваться там какие-то высокие дебри, которые, понятно, лишь парламентариям. У нас тут не парламент, не парламент, да. Вот у нас есть товарищ Вайтович. На самом деле, якутянка с польскими корнями. У ней никогда не было опыта вести сельское хозяйство где-нибудь в условиях белорусской деревни, где-то ближе к Гродно. И есть определенные трудности, скажем так, которые она охотно делится, охотно. Причем это не принуждает кто-то там, типа там, Олеся, поплачься насчет там, сколько корова дает молока и так далее. Ну и она делится охотно, и очень многие вникают изнутри как бы в проблему, и им становится очень даже понятно определенные многие вещи. Мне в том числе. Ты меня много мучаешь, на самом деле. И вот мы сегодня поговорим о проблемах многодетной семьи, которая... Мать не работает, отец ваш тоже не работает, да? Да, он стройкой занимается. Стройкой занимается. Хозяйством. Да, хозяйством. И при этом вынуждены, я не побоюсь этого слова, выживать. Да. Особо тяжелых условиях. Вот. И чем можно вот конкретно вот этой семье помочь в плане советов, да, такого макроэкономического плана там и так далее. Вот девушка как раз призвана обеспечить вот эту вот функцию. Поехали. Итак, а что-то вообще с работы ушло? Я могу на ты, да. Это в нашем стиле. Ну, у нас трое маленьких детей. Вот. Папа у нас работал на стройках, но там не платили. И часто очень кидали зарплаты. Вот так он где-то год проработал без зарплаты. Были какие-то маленькие подачки там, по пять тысяч, по три. Я сказала, нет, уходи. Я буду работать со своим стабильным доходом, а ты сиди с детьми. Вот. Модель не сработала? Ну, мы стали строить дом. И получается, я на работе, папа сидит с детьми, а кто будет строить? Доходы не позволяют нанимать работников, да. И поэтому также мы завели дополнительно хозяйство, которое нас будет кормить. Животных, хрюшки, коровы, птицы разные. Вот. И я подумала, что лучше, так сказать, полностью посвятить это время развитию этого хозяйства, чем оно будет, скажем, там будет недоделано, там недостроено, там недодоено будет. И работе уже времени я так много не могу уделять. Душой я дома нахожусь. Поэтому я подумала, что, наверное, стоит мне уйти тоже с работы. Что ты сделала? Да, я ушла с работы, и мы пытаемся как-то... Продаем излишки своего, так сказать, хозяйства. Мы корову вообще покупали для того, чтобы дети пили молоко. У меня в день дети выпивают пять литров молока минимум. Парнова, свежая. И каждый день я покупала это молоко. И я сказала мужу, ты умеешь корову доить? Блин, давай купим корову. И когда я уходила с работы, я на выходное пособие купила первую корову. Прикиньте, в условиях города Якутска редкие якутцы себе это позволят. Так, пять литров свежего молока, налезли тысячи. Нет, это только молоко. Еще же сливки, сметана, творог, сыры какие-то я делала. Ну, конечно, я их сама только и ела, но в принципе это реально, да. И, соответственно, появляются излишки, которые и у меня очень охотно горожане покупают. Потому что от центра города 15 минут до нас ехать, корову подоили час назад, вот тебе парное молоко, все в бутылке, там все аккуратно, все 100 рублей литр. Вот тут я включу роль такого Роспотребнадзора, да, который, а где сертификат? Нет никаких сертификатов. Естественно, люди все знают, они покупают на свой страх и риск. А так можно же, да? Почему нет? Это не запрещено, по-моему. Это их проблемы. Да? Да, они прекрасно знают, что у нас нет никакого зарегистрированного хозяйства. У нас есть просто коровушка для себя, есть остатки какие-то, и они сами покупают. Естественно, мы стараемся, чтобы все было чисто, все было аккуратно. И коровы, естественно, здоровы. Потому что ежегодно коровы проходят медосмотр. И мы покупали этих коров вот в этом году уже с медосмотром. То есть весной мы опять будем всю эту процедуру проходить. С точки зрения такого наносного маркетолога, я могу сказать, вот до эфира Олеся сказала, у меня спрос превышает предложение, которое я могу сделать. На самом деле это тонко выверенный такой маркетологический хор. Единственное, что вот с моей точки зрения, если бы то хозяйство, не три коровы, там, допустим, 18, да? Ты бы шиковала где-нибудь на... Нет. Ну, держать, наверное, в вашем... Вы понимаете, когда у вас 10 коров, вы не будете дома все это перерабатывать и продавать молоко по полтора литра в бутылках. Потому что это практически нереально. И физически, и хранить все это надо, и так далее. Когда у вас 2-3 коровки, это можно делать. А если у вас 10 коров, вы начинаете давать молоко за бесценок. За 50 рублей, за 40 рублей оптом. А трудно 10 коров, и кушают они гораздо больше. То есть, когда мне каждый раз говорят, давай, покупай еще коров, я говорю, это будет другой уровень совсем. Я делаю сливки буквально в день 2 баночки по 400 грамм. И у меня, я знаю, каждый день есть покупатели на них. И они не могут уже без наших сливок жить просто. То есть, они очень вкусные, всегда свежие. И я знаю, что мне надо завтра заказать водовозку, но у меня будут сливки. Эти люди придут, купят сливки, я закажу водовозку. У вас сейчас такой баланс по доходам и расходам, все нормально получается, все сбалансировано. Так сказать, прибыли нет. У нас, получается, все, что мы продаем, это наш доход. Но у нас есть масса расходов. Мы, допустим, забили на мясо телят. Где же деньги, денег нет? Мы купили сено. Но этого сена нам на всю зиму даже не хватит. У нас есть еще пара телят в запасе. И мы понимаем, что мы сейчас, допустим, не можем продавать столько, чтобы кроме содержания себя и хозяйства, допустим, вкладываться в стройку. Вот этих денег уже лишних у нас нет. Стоп, погоди. Стоп, притык. Мы говорим сейчас с развитием института, ипотеки, бла-бла-бла и так далее, кредит на все эти институты. Каждый может себе позволить КТ-6 или Сорова-Тихонова. Ну, не совсем. Не совсем. А правдивайте меня, да? Я бы не рискнула, честно говоря. Мне было бы сложно подтянуться. Дело в том, что у нас в государстве в прожиточном минимуме, да, который определяется, там, пенсия на этом, как бы, какие-то пособия, да, исходят из прожиточного минимума. В этом прожиточном минимуме никак, никаким рублем, никакой копейкой, никаким намеком нет, нет, не заложены средства на приобретение жилья. Люди, им говорят, то у вас же есть прожиточный минимум, вот вы и живите, а у людей ипотека. Получается, что по факту они выживают, они платят эту ипотеку и на остатки выживают. Ну, я хочу подсказать, почему, да, у нас исторически так сложилось, потому что, конечно, закон о прожиточном минимуме принято было очень давно. Но почему? Потому что в России, вообще в Советском Союзе была массовая приватизация жилья. И такой большой процент собственников жилья, вот эти приватизированные квартиры и так далее, нет вообще ни в одной стране мира. Ну, может быть, опять же, в странах СНГ тоже есть. Да, потому что где-то у нас вот на общем рынке жилья где-то 80% это собственное жилье. А редного жилья очень мало. И, соответственно, конечно, эти деньги не учтены в прожиточный минимум. Но я бы хотела еще сказать, что, вот смотрите, да, решение жилищных условий сейчас много принимается, разных мероприятий, в том числе вот эта дальневосточная ипотека по 2%, я думаю, очень многие люди просто ждут, да, когда она заработает. Очень узкие рамки. Да, сейчас обсудим. Но, вот, например, материнский капитал, да, он где-то сейчас уже 450 тысяч, да, это он, там, может быть, в Ливианской области, если ты покупаешь деревенский дом, это практически цена дома. А в Якутии, в Якутии у нас дома, они гораздо дороже. И строить их дороже, и покупать их дороже. То есть, соответственно, а вот, скажем, никаких нет региональных особенностей, ну, вот по таким программам. То есть, смотрите, ну, будучи вник, ну, вникаючи в проблему, да, в принципе, я знаю, что вот семья Кондаковых, Тирея Войтович, ну, скажем, во многом себя отказывает, но при этом они являются собственниками дома, который, ну, можно оценить, там, порядка 2,5-3 миллиона, да. Но у вас же не достроено оно еще, по-моему, да? Наш дом еще не достроен. Еще не достроен. Что вам осталось для того, чтобы его везти уже? Мы оплатили только строительство коробки дома. И для этого мы вложили материнский капитал, набрали каких-то кредитов, ипотеку нам нормальную не дали под нормальный процент. Набрали каких-то маленьких кредитов, чтобы как-то еле-еле хватило. Ну, естественно, нужно было нам переезжать. И мы с горем пополам первый этаж сделали. Но у нас нет газа, нет водопровода, это все водовозки, это все электричество, огромные платежи. Дом не введен, потому что он не достроен, он у нас по проекту двухэтажный, но у нас даже нет в доме лестницы на второй этаж. Просто вот первый этаж мы заселили, так же, как раньше мы жили в одной комнате в шестером, так же сейчас мы живем в одной комнате. У вас простор уже, наверное, стало? Стало просторнее, да. Это плюс. Да, и я думаю, что хотя бы ради этого стоило, так сказать, переехать и терпеть какие-то неудобства. Надо застраиваться, конечно. Да, надо строить, надо очень много вкладывать. Выход какой, девушка? А за счет каких средств вы оплачиваете кредиты? В настоящий момент, я признаюсь, я уже два месяца кредиты не оплачиваю. Нету таких доходов? Нет таких доходов, да. Как-то казалось, что все будет получаться, все будет нормально, но оказалось, нет, эта стройка требует вложений. Также, допустим, чтобы тех же коров куда-то поставить, нужен хатон. Этот хатон ниоткуда не возьмется, его надо построить. И нам помог Антон Васильев, он приобрел нам брус, чтобы сделать оклад этого хатона. Но ведь все остальное тоже нужно где-то покупать. Мы, конечно, собираем, где попало. Как говорят, семья на помойке что-то собирает. Да, блин, мы тоже так же делаем. Мы идем, смотрим, доски лежат, давай тащим эти доски. Это нормально, это как? Доски на святое, как на святое. Раковина лежит. Трубы металлические и так далее. Я готов лично стырить, если плохо лежит. Мы еще жили в квартире, я выглядываю в окно в многоквартирном доме. О, раковина! У меня будет дом, и эта раковина мне там нужна. А у меня сейчас там во дворе три раковины валяются, но у меня нет водопровода. О том, что я лично и Олеся Войтович готова, скажем так, стырить, что плохо лежит, мы узнаем сразу после рекламы. Реклама прямо сейчас на канале Андука. На уровне главы города обсуждали вопрос, что семья побирается где-то там по помойкам, а товарищ Войтович Олеся, будучи руководителем семейной мини-фермы, говорит, ничего в этом зазорного нет. И я, человек, который во многом строительство и так далее, я тоже говорю, наверное, если где-то что-то выкинули и так далее, почему бы не взять и не использовать? Это нормально, на самом деле. Кушать с помоек, это, конечно... Это бред, это нонсенс. Это не бред, у нас есть такие люди, которые на грани находятся. Но это бомжи. Не обязательно. Я думаю, не только бомжи. Не только бомжи. Вот как раз многие семьи с детьми маленькими, они очень, так сказать, поражены в правах. Они не могут, я по себе знаю, они не могут работать, потому что у них висят на шее эти дети. А детей этих деть некуда, потому что у нас не хватает еслей и так далее, и так далее. Это всегда было. А даже если хватает... Вот есть у меня сад, а я не могу туда возить, потому что мне транспортно неудобно туда ехать. На двух автобусах с тремя малышами. Я сейчас ищу выход, как мне детей отдать в этот сад. Машину какую-то мы там купили, мы даже не заплатили еще за нее и так далее. И машины пока нет толком. Грубо говоря, по помойкам питаться, это значит, семья, она нуждается в помощи. Если они действительно питаются с помойками, они остро нуждаются в помощи. Виды помощи для них существуют, конечно, и так далее. А если они там действительно для животных что-то нашли или еще что-то, люди все выкидывают. И вещи выкидывают, игрушки выкидывают. Вот я не вдавалась сильно подробно в это видео, но я просто видела, да, дети там с мамой что-то возле помойки. Я не вижу в этом ничего такого. Они не на свалке живут. Но найти, конечно, я считаю, эту семью нужно, и возможно, они действительно нуждаются в помощи. Их нашли, и помощь им оказана, по моим сведениям, поскольку я... Это хорошо. Я тоже про это читала, да. Девушки, вот с вашей экономической точки зрения, да, вот та картина, которая обрисована в первой части нашего повествования, вот охарактеризуйте ее? Ну, я считаю, что, конечно, когда принимаются важные решения в жизни о строительстве дома, покупке квартиры, там, о том, когда вы берете ипотечный кредит, там, вообще, собственно говоря, женитесь с кем-то, там, забудете детей, всегда надо оценивать свои риски. Мы всегда, ну, исторически в России, ну, вот такая у нас страна, мы всегда надеемся на лучшее, потому что всегда будет лучше. Но реальные доходы у нас падают уже шестой год подряд, да. То есть, когда все начиналось, и у очень многих наших соотечественников так же, да, все думали, что все будет хорошо. А раз, и макроэкономическая ситуация изменилась, и в настоящее время не так все хорошо. Сложнее, чем раньше. Часто, вот эти вот вещи, я не могу сказать, что люди принимают ошибочные решения часто, или там, ну, может быть, чересчур оптимистичные решения, я не хочу сказать. Ни в коем случае вас не осуждаю, наоборот, восхищаюсь и так далее, да, что так бьетесь, держитесь, работаете, не унываете, руки не опускаете, детей растите. Вообще, очень здорово, Олеся, я прям искренне восхищаюсь, но и грамотные люди, и экономисты, и люди с высшим образованием, которые учились в экономике, тоже делают эти же ошибки. И бывают, у моих знакомых там те же плохие долги, ну, получается, кто-то из членов семьи берет большой кредит, там, закрывают те плохие долги, и уже обслуживают более-менее нормальный кредит. То есть, вообще, я считаю, надо просто честно написать все свои долги, все свои кредиты, сколько вы по ним тратите, и оценить, и оценить, и понять, что вам нужно закрепить первую, вторую, третью, десятую, там, учредит и так далее. Ну, вот, мой вопрос, да, дополнительный. Вот я понимаю, что практически вы вдвоем, два взрослых человека, занимаетесь фермой, в которой три коровы. И четверо детей. И четверо детей. Не-не-не, ну, они-то в ферму не входят, там еще свиньи, птицы и прочее. Да, у нас живности. Да, но те доходы, которые дает малое вот это хозяйство, оно недостаточно для того, чтобы содержать семью и строить двухэтажный дом. Выплатить долги. Чтобы содержать семью, этого хватает, да? Мы всегда сыты, у нас есть отопление в доме, вода есть, это хватает на минимальные потребности. На первичные потребности хватает. А вот делать какие-то накопления или оплачивать даже долги. Но вот вы говорите, что у вас есть проблема с оплатой кредита, да, например? Да, появилась проблема, и, конечно, сейчас мы немножечко так осознаем, что делать дальше. Ну, я думаю, что выпутаемся из этой ситуации. Мне дали несколько консультаций, как нужно сделать. Конечно, жизнь не значается, потому что долги, это все равно, это всегда временный период. Это не конец жизни, это не самая большая трагедия, которая в жизни может случиться. Приоритеты, считаю, это, конечно, благополучие семьи, это чтобы дети были накормлены, чтобы жизнеобеспечение семьи поддерживалось на нормальном, достаточном уровне. С долгами всегда можно разобраться. На самом деле, если дети любят родителей, они же подрастут, но пройдет определенное количество времени. Время, кстати, очень быстро летит. Вот они были вот такие вот, да, вас они подскочили. Вот старшая же дочь, наверное, помогает по хозяйству и так далее. И прикинь, какое такое мощное такое это будет. Барбара, у вас же есть же опыт, да, как раз именно кредитования сельских, да? То, что касается вопросов с кредитованием, самое главное, это не задерживать вот эти проценты, не затягивать вот эти долги, а идти в банк. И если у вас возникла серьезная проблема с погашением долгов, чтобы эти долги не перешли в разряд проблемных, предсудебных и так далее, вам необходимо с банком отработать именно вот дальнейшие платежи, да? Возможно, реструктуризация, возможно, пролонгаться каким-то образом для того, чтобы вы согласовали с банком дальнейшие ваши действия. Знаете, в чем большая проблема? Год назад я ходила по банкам, я поняла, что у меня уже сильная закредитованность, и от зарплаты ни копейки, ни рубля не оставалось. Мы жили очень сложно, выживали как могли, и коров еще даже не было. Мы еще даже в дом не переехали. Я стала ходить по банкам, но знаете, как банки смотрят? Доход невысокий, значит, это клиент, как сказать, проблемный, да, рискованный. И они просто отказывали. Нет, но у вашей уже есть сейчас кредит, который... У меня не было тогда ни одной просрочки, я все вовремя платила, все прям по графику, наизусть знала все суммы, сроки, даты, все знала, да, все оплачивала. И я пыталась кредиты эти просто растянуть хотя бы, ну, пускай до пяти лет, до десяти, ну, сколько дадут, просто чтобы снизить платежи. Я готова была платить, но банки не пошли мне навстречу. Они наоборот, вот, по-моему, у нас так, чем человек беднее, тем больше долгов на него вешают. Нет, тем дороже для него заимствование, тем меньше ему доверия, и тем больше у него появляются шансы попасть в банки. Они дают тебе, впаривают кредиты тем, кому они не нужны. Я раньше жила без кредитов. Мне хватало, я жила, так сказать, в меру своих возможностей, да. Тогда ты была одна? Нет, у меня были дети, но мне нужно было жилье. И когда я уже отчаялась и не видела других возможностей это жилье приобрести, просто решила вот так сделать. Использовать маткапитал и взять какой-то кредит, ну, под приличный процент. Но оказалось, что ни один банк не дает кредитов, если они дают на строительство. Ну, то есть условия какие-то очень там жесткие, рамки какие-то узкие. В итоге мне отказали в кредитах, и вслед мне прислали кредитные карты. Человек, который уже решил построить дом, что он будет делать? Он просто идет, опустошает все эти кредитки и все вкладывает в дом. А по кредиткам, естественно, огромные проценты. И когда ты платишь всю свою зарплату в кредиты, а потом тебе нечего кушать, ты идешь, берешь эту кредитку и идешь с ней в магазин обратно. Тут же ее опять опустошаешь. Замкнутый круг. Замкнутый круг. А что в отношении микрофинансовых организаций? Слава богу, мы туда не попали. В микрофинансовых организациях процентная ставка гораздо выше. Но регулирование идет со стороны Центрального банка России. И, соответственно, там по отдельным видам кредитования оно варьируется. Ипотечным кредитованием микрофинансовая организация не занимается. Там в большей степени потребительское кредитование. И чаще всего это кооперативы, то есть это паевая система, туда нужно войти. Опять же с деньгами. Да, с деньгами, с паевым взносом. Пирамида не понимает. Нет, это не пирамида. Это не пирамида, это четкое регулирование, но тем не менее платежи там будут больше. Просто о чем идет речь? Вот вы сказали просто, что вы начали просрачивать свои кредиты, которые сейчас у вас есть, по кредитным картам, овердрафт. И в любом случае все равно нужно идти в банк. Вы не должны выходить. Просто в тот момент, когда вы выйдете за два месяца просрочки, и на вас начнется претензионная работа, судебная разбирательство и так далее, то это будет гораздо хуже. Поэтому лучше обратиться в банк. Все равно эту кредитную карту какой-то банк выдавал, и, соответственно, должны быть какие-то соглашения. В крайнем случае, когда вы будете разбираться со своими долгами, в том или ином варианте, у вас должна быть бумажка, где указано, что банк знает о том, что у вас есть проблемная ситуация, вы описываете заявление, обязательно заявление с регистрацией входящего номера, вы работаете с кредитным специалистом, и вы обговариваете человеческие условия, каким образом вы можете погасить этот долг. Вопрос такой тоже конкретизирующий. Вы, наверное, считали, сколько вам сейчас нужно, чтобы, скажем так, рассчитаться по кредитам и достроить дом? Вот такая конкретная необходимость. Сейчас я уже не считаю. Я, честно сказать, сейчас уже, живя в доме как-то, поняла, что совершила огромную ошибку, когда вообще влезла в кредит. Дело в том, что за три года у меня платежи по кредитам, они в два раза превысили вообще стоимость строительства дома. Но дом до сих пор не достроен, и долги до сих пор остались. Вот это была огромная ошибка. Но на тот момент прямо сжало и давило. Жить шестером в одной комнате 18 квадратных метров, это нереально. Конечно, это было отчаяние, и хотелось ухватиться вообще за любую ниточку. Вот я за нее ухватилась. Я такой человек, я в жизни ни о чем никогда не жалею. Но меня угнетает. Я сейчас, когда поняла, сколько я уже выплатила банкам, меня это угнетает. Деньги на ветер. Да, деньги на ветер. И дом не достроен, и столько денег потеряно. Я думаю, что, Алисия, у вас сейчас такая ситуация сложная. Но нужно обращаться, я думаю, все-таки в социальный контракт, который органы местного самоуправления представляют, органы Министерства социального развития. Если вы сейчас получаете только в виде денег, денежные пособия на 4 детей? Мы сейчас получаем от государства поддержку только детские пособия в размере 1000 рублей на одного ребенка в месяц. 4 тысяч? Да, у меня 4 детей, соответственно, 4 тысячи. Но изначально в семейном бюджете я запланировала, что эти 4 тысячи у меня пойдут на оплату детского сада на троих детей. Там, может, даже и не хватит, 1700 в месяц на каждого. Это уже со скидкой для многодетных, 1750, по-моему, на каждого. На питание они были. Да, 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 на питание. Там даже не хватит, но уж как-нибудь. Ну, я говорю, я не отчаиваюсь, я знаю, что на сегодня у нас есть что покушать. У нас минимальный, минимальный какой-то есть там доход, все равно там ежедневные расходы есть у всех, да. Ту же воду заказать, и свет надо оплачивать, чтобы не отключили. Иначе мы отапливаемся вот сейчас электричеством, да. Это очень важно. Вот. То есть на минимальный. А чуть выше у нас пока такой возможности нет. Сочки, социальные контракты... Я перебью жизнь по минималкам, и вот на этой ноте мы, опять же, перебиваемся на рекламу, да. И у нас остается завершающая часть, чтобы, ну, какое-то видение сделать. Реклама прямо сейчас. Мы продолжаем программу «Один из нас». Один из нас в лице Олеси Войтович в прошлом журналиста, но не бывает журналиста в прошедшем времени, да. Она активно ведет вот этот онлайн-трансляцию своей мини-фермы. И многие, кстати, пользуются ее продуктами. И, как она сказала, сама спрос превышает предложение. Ну, а в той жизненной ситуации, в которой оказалась семья Кондакова-Войтович, ну, девушки вот пытаются разобраться, и что нужно в первую очередь предпринять для того, чтобы, ну, выйти на следующий уровень, да, зацепиться, сделать вот такую вот ухватку, да, и начинать подтягиваться. На самом деле, вот, я думаю, что она как просто... Она готова говорить об этом, а сколько людей, которые не спрятятся к этому, да, не говорят. Я считаю, что нужны какие-то внешние деньги, потому что с денежным доходом в 4 тысячи рублей, да, там вот чисто в отсутствии пенсии, там, других этих, ну, не получится. Придется кому-то, видимо, на работу входить, так или иначе. Ну, когда вы пристроите детей в садике, все-таки там это все встанет на свои рейсы, тогда получится. Я вот вопрос хочу. Почему семья оказывается в таком положении один на один, а? Нет, вы поймите, пожалуйста, что мы на самом деле работаем. Да, конечно, мы работаем. Мы работаем на себя, и мы на сегодняшний день. Вы самозаняты в этом уровне. Да, мы сами можем контролировать свой доход. Вы знаете, что такое бедность? Это когда человек, он в очень маленьких рамках своего дохода, он не может себе позволить что-то больше. Сверху. Может жить на пенсию, но сломался холодильник, и все, человек уже в панике, ему негде взять эти деньги даже на ремонт холодильника. Вот это, конечно, это бедность. А я в бедности жить не хочу. Я хочу сама. Вот я могу суетиться, могу что-то делать, и мне надо будет еще, пойду корову куплю. Да, просто проблема в том, что долги остались. Да. С долгами надо что-то сделать. Вы понимаете, что я, допустим, не сижу же просто так дома, да? Вот у меня муж там корову подоил, я покормила своих животных, значит, домой молоко принесли, его нужно переработать, его нужно просепарировать, сварить творог, сливки, все расфасовать, надо продать, клиенты к нам сами приезжают. Вот. Это все работа. Понимаете, если я выйду на работу, вот это все брошу, выйду на работу, у нас какие зарплаты, вы знаете? У меня нет высшего образования, в журналистику, не знаю, где меня возьмут, сейчас журналистов, он как собак нерезанных, да? Ну, я не питаю иллюзией на какую-то работу с высоким доходом. Сколько мне могут платить сегодня? Вы посмотрите, я в WhatsApp-группе подписана на это, вакансии, да? Тоже иногда просматриваю, кем бы я вообще пошла работать, если детей пристрою, может, действительно пойду. Ну, зарплата, друзья мои, ну, 25-30 тысяч в месяц. При полной занятости. При полной занятости с утра и до вечера, и обедаешь ты тоже там же, потому что ты никуда не пойдешь. И куда я с этими 30 тысяч, господи? Эти 30 тысяч я заработаю, продавая только свое молоко. Все, понимаете? Нет смысла мне идти куда-то работать. В вашем хозяйстве сейчас два взрослых работника. Да. Правильно? И, соответственно, есть определенные... Ну, вообще в сельском хозяйстве вот это направление развивается своеобразно, да? Есть переменные расходы, да? И есть постоянные. У вас сейчас есть три актива. Или две коровы? Три или две? Коровы у нас три. Три коровы, да? И тот доход, который дают три коровы, его недостаточно на количество работника. Вы его можете увеличить до пяти, например, да? И это не будет принципиально прямо очень больше расходов. Единственное, вам необходимо посмотреть, помещает ли такое количество коров ваш коровник. Вы телят своих будете забивать, да? И, соответственно, вас, ну, впритык, там, четвертую вы можете себе, по крайней мере, купить, позволить, да? Что такое корова сегодня? Это 80 тысяч рублей. Правильно? Вот. И это опять же вложение. Но если она дает хотя бы там две тонны в год, да, то, соответственно, то она, соответственно... Она оправдывает себя оправдывает. Она и при рыночном подходе, если вы все буквально вот то, что вы получаете от коровы, вы выводите на рынок, она себя оправдывает. Но это понятно, что это очень тяжелый труд, да? Но просто я веду к тому, что если вы занимаетесь, если вы сделали свой внутренний выбор о том, что вы будете вести вот это вот хозяйство, да, то, соответственно, вы должны сделать нагрузку на двоих взрослых человек, чтобы она оправдывала. Далее, вы же ведете онлайн-ферму, да? Да, монетизируйте это. Это у вас уже есть профессиональный навык. Сегодня вообще вот то, что касается профессии, работы, да, это очень свободный рынок. Фриланс сейчас во всем мире очень хорошо развит. Прикориент, значит, говоря. Не занимаясь постоянно, ну, на полной занятости с утра до вечера, вы можете монетизировать ту же свою онлайн-ферму, да? Вы можете вести те же мастер-классы по поводу того, как делать творог в домашних условиях. Те же самые, вот как ухаживать за коровами и так далее. И большой специалист еще. Мы сами только учимся. Да, я понимаю, но тем не менее, тот навык, который у вас есть, у вас же есть журналистское прошлое, правильно? Вы умеете писать, вы умеете это... Есть талант. Я бы хотела сказать, что да, это мне очень важно. Потому что, вот смотрите, не нужно думать, что вот семья осталась один на один, да? Мне кажется, это вообще очень хорошая семья, которая приняла такой вот сознательный, осознанный выбор сделали, да? В части того, что мы будем независимыми, и вот вы как хотите, а мы все равно сможем обеспечить своих детей жильем нормальным, да? И нормальным питанием, понимаете, парное молоко из-под своей коровы, это не то, что там порошок из магазина, да? Это очень важная вот составляющая воспитания детей. Дети будут приучены к труду, да? Они будут это все видеть. Это на самом деле очень мощный выбор, да? Но для того, чтобы это вышло как экономическая модель, вам просто необходимо просчитать и постепенно вот так вот увеличивать. В сельском хозяйстве невозможно сразу все увеличивать за раз. Я считаю, что все-таки обращение за социальным контрактом в Министерстве труда и социального развития, это неплохая идея. А вообще, я считаю, что у нас вот все-таки 20% бедных, и вчера как раз, Дмитрий, мы с вами обсуждали, что появилась информация о том, что они меняют сейчас рост, методику оценки бедности, и это неплохо в самом деле. Почему? Потому что у нас 20% бедных, но некоторые официально бедные имеют какие-то дополнительные доходы, и они уже не такие бедные. Проблема еще в чем, вот возвращаясь не к вам, Колесе, а вот к той ситуации, когда женщина с детьми что-то там искала в мусорке. Я считаю, что очень остро необходимы такие простые вещи, как стимулирование, может быть, благотворительной деятельности негосударственных организаций. Вот что мне нравится в Америке, мне одна курсница рассказывала, когда мы ее посещали, она говорит, есть специальная организация, в которой ты сдаешь свои ненужные вещи, они могут быть очень хорошие и так далее, и ты получаешь небольшой вычет по налогам, и люди могут принести туда абсолютно все, что угодно, что им не нужно. У нас все-таки нормально вырос уровень жизни, есть излишки в семьях, если у нас что-то где-то сгорит и так далее, всегда заваливают управы вот этими вещами и так далее. Но все равно вот это движение надо стимулировать, поддерживать. Мне кажется, мы тоже с чужого плеча носим вещи, мои дети одеты, и новые покупают только дочки в школу носить, и детям в детстве. Да, но вот эта женщина, которая искала продукты, может быть, что-то вот в этом духе симулировать. Мы говорим ее горами вещей, но ситуация не изменится, нужно помогать совсем по-другому. Я же говорю, люди, женщины в основном, матери и семьи молодые, они связаны этими детьми. Вы просто помогите забрать у них этих детей куда-то в садик, пристроить, в виду нет, не забрать, а устроить их в детский сад, пристроить их, значит, развяжите родителям руки, и родители, я уверена, пойдут работать. Есть люди, которые будут сидеть, не будут работать, будут плакать, мы бедные. Таких людей очень много. Ну, Алиса, ну вот смотрите, мне кажется, что уже проблема не в том, что вот если женщина, много детей, выполняет, собственно, все наши, как бы, линии партии правительства, да, у нас там мы, поддерживается рождаемость, да, там и так далее, но все равно же детские пособия, я считаю, надо существенно повышать, ну что такое 4 тысячи, и вот та женщина, которая с четырьмя детьми искала что-то там в мусорке, наверняка она, может быть, что-то недополучает, или вот эти 4 тысячи тоже получает, и ей не хватает. А ты хорошо информирована, что тебе положено вообще? 50% населения не получит. Все, что мне положено, я это получила, да. Точно? Ну, я считаю, вот лично мое мнение, да, поддержка государства в настоящий момент очень существенная. Но она не пока, судя по вашему признанию. Вот, да, допустим, когда-то этого материнского капитала не было. Если бы у меня его не было и сегодня, мы продолжали бы жить, там, грубо говоря, в этой же комнатке, в чужой, да, совершенно. И никакого жилья бы не было. Это был толчок. Пусть мы влезли в кредиты, в что-то, что-то, но зато у нашей семьи есть дом. Вот. Это существенный толчок. Потом вот этот материнский капитал республиканский, 130 тысяч. Мы его использовали на приобретение машины. Но потом мы подумали, нафига нам эта машина, это расходы. Мы эту машину продали и купили поросят. Может быть, это незаконно как-то там, да. Но тем не менее, мы это, мы... Не потратили на машину. Мы сделали... Нет, там предусмотрено, что можно на приобретение сельхозживотных. Но по документам мы купили машину. Просто мы потом передумали, ее продали, нафиг купили поросят. Вот. Это тоже были какие-то вложения в наше будущее, наших детей. Вот. То есть все, что можно получить, мы постарались получить, да. И, ну, нет такой поддержки, да, чтобы 100% тебе... Полностью все компенсировали. Да, государство и не должно, собственно говоря, полностью... И не должно, и не обязательно. Иначе мы все сядем, ножки свесим, никто ничего не делает. Естественно. Девушки, а у нас вообще регион вошел в пилотный проект по самозанятости? Нет, да? Нет. Вот смотрите, в Якутии действительно вот каждый пятый, да, считается за чертой бедности. И при этом у нас очень мощный разброс по уровню доходов. Неравенство, да. Неравенство, да. И если смотреть по статистике, кто такие, кто попадает у нас вот за эту черту бедности? Как раз вот работоспособное население, у которых есть маленькие дети. Многодетные семьи. Да, многодетные семьи. Это такая вот категория людей, которые на самом деле, да, выживают. Да, реально понятно, что на зарплату не проживешь. Но здесь есть, вот смотрите, есть внутренние причины. Вот есть такое понятие мышления бедности, да. Мышление бедного человека. Это вот когда мы говорим, государство должно, государство должно нам помочь вот этим, вот этим, вот этим. И нам все равно недостаточно, да. Дайте нам еще увеличить вот это вот пособие. Давайте нам жилье бесплатное и так далее, и так далее. Такой человек никогда не станет богатым. И дети, которые воспитаны вот на этом, да, они же тоже никогда не станут богатыми. А в ситуации с Олесей, ее семья, она взяла на себя вот всю ответственность за хозяйственную деятельность. Девушки, у меня предложение. Давайте мы сериал вот этого двойтовича снинания продолжим, да. То есть мы мало... Мы не досмотрели даже гектар и все прочие аспекты, да. Поэтому я думаю, что людям будет интересно, на самом деле, потому что нашелся смелый человек, который сказал, да, я бедная, я хочу говорить об этом. Давайте мы продолжим. Девушки, вы согласны? Да, безусловно. Про гектар очень интересно. Да, потому что это будет полезно многим, на самом деле. Увидимся ровно через неделю, тем же составом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова